Здравствуйте, дорогие братья и сестры! 5 ноября Русская Православная Церковь отмечает День памяти святого апостола Якова, брата Господня по плоти. Сразу возникает вопрос, почему Яков, апостол, назван именно так? Дело в том, что в Священном Писании братьями и сестрами Господа нашего Иисуса Христа называются дети Иосифа-обручника от первого брака. Разумеется, Православная Церковь исповедует приснодевство Пресвятой Богородицы, то, что она родила только Господа Иисуса Христа, и всю жизнь свою дальше и перед этим хранила девство. Апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам приводит список явлений Господа Иисуса Христа воскресшего, и в этом списке указывается и апостол Яков. Одним из первых. По преданию, именно после воскресения Спасителя и явления апостола Якова, апостол Яков и уверовал, что Иисус Христос действительно является Спасителем. Также по преданию, Спаситель поставил апостола Якова епископом Иерусалимской Церкви, и апостол 30 лет совершал свое святительское служение в городе Иерусалиме. Известно, что он председательствовал на апостольском соборе в 50-м году в Иерусалиме. Для иудеев он являлся авторитетом, так же, как и для христиан, потому что он вел подвижническую жизнь, очень строгую. Он был непритязателен в одежде, соблюдал пост в еде, никогда не принимал, не выпивал спиртных напитков. Но, тем не менее, обращение к христианству и вот этот авторитет отрывали амбиции фарисеев. И, воспользовавшись периодом между властью, когда старый прокуратор иудеи римский умер, Анову еще не вступил в должность, не вприехал в Иерусалим. Коварно пригласив для проповеди апостола Якова на возвышение в храме иерусалимском, фарисеи столкнули его вниз. Он упал, но не умер. И дальше толпа закидала его, побила его камнями. Апостол Яков также известен как автор соборного послания, то есть одной из книг, которая вошла в канон Нового Завета. Известно выражение, что «дело без вер мертва есть». Это выражение как раз и находится в соборном послании апостола Якова. Дело в том, что вера, как некая отвлеченная концепция, которая не влияет на нашу жизнь, на наши поступки, на те решения, которые мы принимаем, действительно являются мертвой. Просто неким набором понятий, которые мы признаем, но которые нас к ни к чему не обязывают. Апостол Яков выступает именно против такого понимания веры. Вера христианская должна быть живой и деятельной. Также апостол Яков в своем послании затрагивает тему человеческого общения, то, как люди говорят друг с другом, относятся к друг другу. Он обращает внимание на то, что человеческий язык может сделать очень много зла. От неправильно сказанных слов разрушаются человеческие отношения и могут начаться войны. Очевидно, что эта проблема была и в среде первохристианских общин, иудейских, иудео-христиан, к которым обращается апостол Яков, призывая думать людей над тем, что они говорят и какое сообщение посылается другому человеку. Конечно, было бы неплохо в этот день перечитать еще раз послание, соборное послание апостола Якова. 26 октября Русская Православная Церковь отметила память перенесения в Россию первого списка чудотворного иверского образа Божьей Матери. Накануне в Спасском женском монастыре в храме, посвященном этому чудотворному образу, митрополит Симбирский Новоспасский Иосиф совершил всеношное бдение с литьей и акафистом. «Радуйся, осветившая Афон своим пришествием, радуйся, низложившая там идолов, радуйся, насадившая там веру истину». Точная копия знаменитой иконы была написана в Иверском монастыре на Святой горе Афон и прибыла в Москву в 1648 году. От этого образа получила исцеление болезни ног дочь царя Алексея Михайловича, царевна Софья. С тех пор она не разлучалась с иконой. Со времени заточения царевны Софьи и до настоящего времени этот первый принесенный в Россию список иверского образа находится в московском Новодевичьем монастыре, в обители, с которой тесно связан наш митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф. Здесь в 1979 году он был пострижен монашество, посвящен ваэродьякона и совершал служение. Здесь же в 1981 году был посвящен ваэромонаха и проходил свое пастырское служение. Иверский образ Божьей Матери владыка почитает особенно. Мы обращаемся к Царице Небесной, которую называем нашей владычицей, потому что Матерь Божия владычествует в мире, направляя людей на дела блага и владычествует в умах верующих людей, посылая им спасительные и благочестивые помыслы. Такие помыслы, исполняя которые человек идет по пути спасения. В сам день праздника иверского образа митрополит Иосиф посетил Новоседмиозерное Свято-Пантелеимоновское архиерейское подворье Града Симбирска, которое развернулось в районе Нижней террасы. Пока подворье в процессе строительства. В дальнейшем здесь предполагается основать мужскую обитель. Здесь, в Пантелеимоновском храме, хранится икона Божьей Матери, именуемая Седмиозерная. Это очень известный образ, который тесно связан с образом казанским, потому что когда-то эта икона явилась под Казанью, в селе Седмиозерье. И там есть Седмиозерная пустынь. И для того, чтобы провести параллель между тем чтим образом, который есть у нас, и образом, который есть в Казани, наше подворье называется Новоседмиозерное. Чтобы в дальнейшем чтимый образ, который здесь у нас хранится, меру в меру, точно Седмиозерной Божьей Матери, был также помещен в будущем монастыре, и чтобы люди могли обращаться к нему. В Пантелеимоновском храме митрополит Иосиф возглавил совершение божественной литургии. Маленькая, но очень уютная церковь едва смогла вместить всех молящихся. Владыка обратился к пастве со словом, в котором напомнил о том, как был написан первый образ Пречистой Божьей Матери еще при ее жизни апостолом и евангелистом Лукой, и сколько еще образов было создано впоследствии, и сколько их явила людям сама Матерь Божья на протяжении всей мировой истории. Взирая на образ Матери Божьей, который мы именуем Седмиозерным, мы видим необычное для икон Матери Божьей сложение перстов в ее руки. Это как бы благословляющий жест. Первоначально на иконе была написана рука, как обычно пишется на одигитре изображение образа. Но однажды произошло событие, когда это изображение чудесным образом изменилось. И в нем Матерь Божья как бы указала на то, что она образом своим благословляет людей своих. В завершении литургии перед чтимым списком Седмиозерной иконы Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы был совершен молебен. Кому возобью, Владычица, к кому прибегну в горести моей, ащи не к тебе, Госпожа Владычица Богородица. Наталья Шуплецова, Сергей Касьянов, пресс-служба Симбирской митрополии. Необходимость заменить кресты и купола на Покровском храме в Больших Ключищах назрела давно. Крестам более 25 лет, и они делались кустарным способом. Со временем главный крест завалился, а сами купола обветшали. Накануне их демонтировали и опустили на землю. Новые шесть крестов, главный большой купол, четыре малых и средний для колокольни удалось изготовить благодаря жертвователям из Ульяновска. У Бога есть красота, и вот это вот движение, вот это всего, оно людей тоже двигает в нужном направлении. Ну и, конечно, все приложили усилия, кто как может, потому что мы к раману действовали методом народной стройки, кто сколько может. «Образ честного и животворящего креста, возлюбленного сына твоего, Господа нашего Иисуса Христа, прообрази вы». Чин освящения крестов наверх храма совершил митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф. После окропления крестов святой водой, владыка-митрополит обратился со словом напутствия ко всем, кто пришел к храму, чтобы стать сопричастным к этому значимому событию. «У жителей села есть усердие к святому храму, а значит, есть вера. Вера, которой вы живете. Вера, которая не только хранится где-то в глубине сердца, как сейчас многие говорят, а мы в душе веруем. Вера проявляется в делах, как святой апостол Иаков сказал. Вера без дел мертва есть». Село Большие Ключищи было основано 350 лет назад. Примерно в это же время был построен деревянный Покровский храм. В 60-х годах 19 века жители села решили возвести новую, но уже каменную церковь. 400 дворов собрали деньги и за 6 лет построили храм. Его освящение состоялось в 1872 году. Есть сведения о том, что Покровский храм села Большие Ключищи был великолепен. «Он был расписан внутри, снаружи, роспись святых, Господь нашего Иисуса Пресвятой Богородицы. Плюс весь алтарь был обделан червонным золотом. Представляете, там 13 килограмм червонного золота было только на алтаре. То есть изначально это была красавица церковь». В богоборческие времена Покровский храм, как и многие другие, был закрыт, потом отдан под зернохранилище, а в 80-е передан птицефабрике, после чего пережил сильный пожар. «Когда наш батюшка пришел в этот храм, в главном зале не было ничего в прямом смысле. То есть ни иконостаса, ни полов. Два северных купола было у нас срублено, была срублена колокольня». За последние 30 лет много трудов было предпринято в деле возрождения церковной жизни в селе Большие Ключищи. Покровский храм еще не до конца восстановлен, и, как многие другие пороганные святыни, нуждается в помощи. Но уже сегодня новые кресты и купола поднялись в небо, чтобы увенчать величавые стены этого святого храма, призывая покров Царицы Небесной на эти места и живущих здесь людей. Симбирская митрополия для программы «Вопросы о религии». Братья и сестры задают такой вопрос. Что такое искушение и как правильно понимать это слово? Как понять в жизни, что вот в данный момент тебя искушают? Как дьявол может искушать человека, если в молитве «Отче наш» есть фраза, обращенная Господу, «Не веди во искушение». Получается, что это Господь вводит в искушение. Есть также выражение, что Бог попускает власть впасть в искушение. Что это означает и для чего случается подобное попущение? Как правильно бороться с искушением? Действительно, в молитве «Отче наш» есть такие заключительные слова. «Не веди нас во искушение». Мы просим у Бога, чтобы Господь нам не посылал испытания в их наших сил. Все мы с вами очень разные. И иногда Господь попускает нам испытания для того, чтобы проверить меру нашей веры. И таких примеров иногда мы встречаем множеством в священной истории. Как, например, благочестивые Иоаким и Анна не имели долго детей, хотя были праведниками, но Господь испытывал меру их веры. И они, несмотря на то, что терпели поношение от своих соплеменников, от своих родственников, ибо бессчадие в древнем Израиле считалось позором, наказанием за тайные грехи, тем не менее Иоаким и Анна не унывали, но продолжали верить в Бога, помня о том, что для Бога нет ничего невозможного. И Господь, видя крепость их духа, крепость их веры, упования на его всеблагую помощь, и посылает им утешение в старости, у них рождается благодатная Дева Мария, которой суждено стать Богородицей, через которую Христос, Сын Божий, пришел на эту землю, чтобы совершить дело искупления человеческого рода от власти грехов, от власти смерти, от власти дьявола. То есть Господь испытывал праведность и веру святых Иоаким и Анна. Также и мы иногда, Господь выпускает нам то или иное испытание, для того, чтобы испытать нашу веру, нашу преданность Его святой воле. Не всегда мы с вами это, правда, понимаем. Мы, как малые дети, иногда начинаем капризничать, роптать на жизнь, на судьбу, на Бога, когда у нас что-то получается. Мы хотим все здесь и сразу, но Господь иногда медлит исполнять наши молитвы, зная то, что мы с вами просим сейчас, в данный момент, сегодня или завтра, будет нам не полезно, но проходит время. Господь дает нам то, что мы у него просим, если это просимое будет полезно для дела спасения нашей с вами человеческой души. А искушение – это испытание человека. Вот есть такая замечательная народная пословица. Друзья познаются в беде. Действительно, когда ты богатый человек, при большой должности, власти, у тебя столько друзей, которые звонят тебе, надоедают, поздравляют со всеми праздниками, но вот тебя сняли с высокой должности, вот ты из богатого превратился в бедного, разорился, и вот уже телефон твой замолкает. И дай Бог, чтобы из ста человек, которые тебе звонили ранее, позвонили один, два, три, и вот это будут твои истинные друзья, которые дружат с тобой не только, когда ты был на коне, но и когда на щите, образно выражаясь, не только, когда ты был богатым или при власти, но и стал обычным человеком. То есть друзья испытываются в беде. Так и душа человека, истинное лицо человека проявляется в скорбях, болезнях и искушениях. А в молитве, Отче наш, мы просим у Бога о том, чтобы Господь не посылал нам испытания выше наших сил. Хотя Господь и так знает меру наших с вами сил, душевных и телесных, и никогда Господь не посылает человеку креста выше его сил и возможностей. Но для того, чтобы достойно нести свой жизненный крест, мы с вами должны иметь упование и веру на милосердного Бога. И Господь, видя наше упование, веру, надежду, на его всеблагую помощь обязательно нам поможет и обязательно избавит нас от искушений, превышающих наши человеческие силы и возможности. Поэтому мы все целы должны доверять Богу и надеяться на его всеблагую волю, помнить о том, что все, что Бог не делает с нами, все делается для пользы, спасения нашей с вами, бессмертной человеческой души. А конечная жизнь любого верующего человека – это Царствие Божие. Поэтому и належит здесь на земле быть и скорбям, и болезням, и искушениям, тем более, что сам Христос никому и не обещает легкой жизни, а, напротив, предупреждает. «Если ты хочешь идти за мной, отвержи себя, возьми крест свой и следуй за мной». И чтобы достойно нести крест Господень, те испытания, которые Господь нам посылает для нашего исцеления от греховных болезней, для нашего вразумления, для нашего испытания, мы должны иметь веру и упование на помощь Божию. И Господь, видя это упование и веру, обязательно поможет нам достойно принести свой сильный крест. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова